В поселениях района продолжаются открытые сессии советов. Об изменениях, произошедших в Черноярковском сельском поселении в прошлом году, а также планах на 2019-й, смотрите в следующем материале выпуска. Перед депутатами и жителями Черноярковского сельского поселения с отчетом о проделанной работе выступил глава местной администрации Николай Друзяко. В бюджет поселения в прошлом году удалось собрать более 40 миллионов рублей. Основная часть средств была направлена на решение социально значимых вопросов, благоустройства и жилищно-коммунальное хозяйство. Ремонтировались дороги и тротуары, решались вопросы с водоснабжением территории. Проводился монтаж уличного освещения. Техническое обслуживание, содержание и уход уличного освещения запланировано и освоено в сумме 493 тысячи рублей. Освещенность улиц поселения на 1 января этого года составляет 86%. В планах на текущий год сделать упор на прогладку тротуаров, а также продолжить участие в краевой программе по ремонту автомобильных дорог. По этой программе планируем следующее. Отсыпать гравийно-песчаную смесью улицу Чапаева протяженностью 2,2 километра. Это, кстати, последняя из улиц, которая в грунтовом исполнении. Ремонт капитальной дороги улицы Столки, футера Столки протяженностью 1,6 км. Ремонт улицы Энглица протяженностью 1,1 километра, стоимостью 3,4 миллиона рублей. Ремонт улицы Школьной, футера Бронинской протяженностью 220 метров, стоимостью 375 тысяч рублей. И ремонт улицы Славянской, станицей Чароятковской протяженностью 420 метров, стоимостью 1,078 миллиона рублей. Всего на ремонт дорог в 19-м году по программе сагансирования планируем из расходов 15 миллионов 730 тысяч рублей. Несмотря на то, что в поселении проводится большой объем работ по созданию комфортных условий для проживания людей, есть ряд проблем, которые местная власть самостоятельно решить не может. Прежде всего, это изношенность водопроводных сетей, из-за которых происходят большие потери воды. Кроме этого, требуется приобретение одной водонапорной башни, а также пробурить две новые скважины. Глава района Роман Сенеговский пообещал оказать содействие в решении этих вопросов. Много сделано хозяйственных вопросов, да, и в вопросах социально-экономического развития территории. Много предстоит сделать. То, что Николай Петрович обращается, помочь где-то перебудить скважину, где-то поставить новую башню. Конечно же, мы этим тоже будем заниматься. И всем поселениям помогаем, где-то транспортом помогаем, где-то бенгами помогаем, где-то участием в программах совместных помогаем. В ходе сессии жители смогли задать интересующие их вопросы представителям власти. Черноярковцы обозначили проблему, связанную с медицинским обслуживанием населения. В офисе врача общей практики работает только один врач, который просто физически не может обслужить более 4 тысяч жителей, проживающих здесь. Людям приходится ездить в Петровскую участковую больницу. Главный врач ЦРБ Юрий Просоленко пояснил, что в Черноярковскую готовы принять на работу дополнительно еще двух врачей. Им предоставят жилье и по миллиону рублей в рамках программы «Земский доктор». Но желающих пока нет. Здесь нужны врачи дополнительно. Николай Петрович выделил жилую площадь. Здесь, в станице, есть квартира, под которую мы ищем врачей. Тут даже два врача можно принять, я говорю вам еще раз, чтобы обеспечить полностью потребность всего поселения. Вот как только мы ее найдем, так я говорю еще раз, сразу будет проще. А пока выездная форма только так. Дважды в неделю доктор-терапевт, начиная с сегодняшнего дня он уже был, будет приезжать сюда. Это понедельник-четверг дополнительно уже к нашему врачу общей практике, которая есть здесь. Еще один вопрос, прозвучавший из зала, касался ремонта дороги на Кучегуры. Мне наконец-то слышать за дорогу. Будь ли дороги, я хочу. Работаем с краем, работаем с краем. На сегодняшний день передаем ее в край, передаем ее в край, для того, чтобы все-таки получить деньги и заасфальтировать. Мы же понимаем, что тогда будет развитие совершенно другое. В конце встречи глава сельской администрации Николай Друзяка поблагодарил жителей за активность и помощь в решении проблемных вопросов. Только всеобщими усилиями можно сделать жизнь поселения еще комфортнее и лучше. Работа главы местной администрации депутатами была оценена положительно. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».